Добрый день! С вами Удовина Наташа, художник компании Таир. Сегодня я хочу рассказать о создании новой работы в микс-медийной технике. Мне хотелось создать что-то необычное. Отойти от классики, поиграть с материалами и перспективой. Для работы взяла 3D-холст. Сразу перевела на него карандашный рисунок. Фон на корпусе граммофона делаю, приклеивая кусочки декупажных карт с фактурой дерева. Продолжаю рисунок на широких бордах холста. Выступающие края корпуса делаю объемными. Выкладываю мастихином вдоль линейки смесь из грубой и гибко-рельефных паст. Этими же пастами создаю небольшой рельеф на фоне. Где-то использую мастихин, а где-то грубую кисть и щетины. Акриловыми красками рисую трубу граммофона. Бирку с торговой маркой также делаю объемной с помощью паст. Для этого я сделала трафарет из картона, вырезав в нем овальное окошко. Я распечатала на принтере старинные французские купюры. Тонирую их в крепком чайном настое. Выкладываю на тарелку. И пока бумага еще влажная, в кругде присыпаю молотом кофе, чтобы получились темные пятны. Приклеиваю купюры на моделирующий гель. Но можно использовать любой клей. Затем снова возвращаюсь к рельефным пастам. И делаю слегка объемную форму для конверта с письмом поверх купюр. Дорисовываю граммофон. Рисую пластинку и окрашиваю корпус. Тонкой кистью прорисовываю резные украшения на трубе. Тонирую конверт, разбавленный накрытными красками, в нежный голубоватый оттенок. Приклеиваю марки, вырезанные с подходящих декупарных карт. Также приклеиваю распечатку с винтажной фотографией девушки. Рельефную надпись на бирке делаю контуром. Подписываю письмо. После высыхания контура бирку окрашиваю золотой краской. Дальше рисую стакан с виски. После того, как краска высохнет, прозрачным моделирующим гелем наношу мазки на кубики изо льда. Хочется дать им небольшого рельефа и выделить сильным блеском. Монетки, раскиданные по столу, делаю рельефными с помощью паст. Контуром создаю на них узоры и надписи. После их высыхания окрашиваю монетки в золото и середро. Делаю сложное окрашивание фона в нескольких слоев. Ошкуриваю его, чтобы выровнять цвет. Рисую карманные часы. На крышку добавляю несколько мазков золотой краской. На месте стеклышка делаю мазок моделирующим гелем. После высыхания он станет прозрачным и будет смотреться, как настоящее стекло. Щетиной кистью делаю мазок гелем по поверхности пластинки, чтобы тоже придать ей глянцевого блеска. Золотым контуром формирую объемную цепочку от часов. У современных художников под рукой множество нестандартных материалов. Можно обыгрывать на картинах объемные элементы, создавать разные фактуры, использовать металлические краски и специальные медиумы. Все эти средства и техники позволяют по-новому воздействовать на зрителя. Делитесь, какие материалы помимо красок вы добавляете в свои работы. Творите с удовольствием и до новых встреч!